Немножко я задержался, конечно, с обзором второго боевого пропуска, так как стартанул у нас второй сезон, соответственно, вышел и второй боевой пропуск в Рудж Компании. Он имеет одну очень-очень классную особенность, о которой я скажу в конце ролика, поэтому досмотри до конца, и там всё станет понятно. А сейчас давайте приступим к его, собственно, разбору и обзору. Итак, боевой пропуск второго сезона. Начнём по порядку, начнём, как обычно, рассматривать все награды по одной. Возможно, подробненько, возможно, и не подробненько, но помним, да, то, что у него есть одна очень классная особенность, которая понравится всем без исключения, кто играет в данную игру. Поэтому погнали смотреть. На первом при покупке, при покупке боевого пропуска у нас даётся усиление на один час. Нам даётся пять полосок, обёртка для оружия, забавная на самом деле. И превосходный скин, вот такой вот на Рунин, который многим почему-то не понравился, и многие говорят, что у него поле гонщиков это маловато. Но мне понравился, забавный скин на самом деле. И погнали смотреть дальше. На бесплатном уровне нам дают необычный предмет граффити, такой себе, и редкий предмет эмоцию. На втором. Ну, в целом норм, в целом норм. Так, третий уровень. Золотой тигр, обёртка оружия ближнего боя. Выглядит классно, вполне себе. Четвёртый уровень у нас флаг. Пятый уровень усиления. Так, далее. Редкий предмет рамка. Ну, вроде не чёшная такая. Так, аватарка. Неплохая такая джакал. Хорошая аватарка, мне нравится. Мужицкая такая чисто для мужиков. Далее усиление на 30 минут. И классная вот эта обёртка, мне очень понравилась. Я её сразу заценил, когда увидел. Не знаю почему. Не знаю, что за мода на яркий оружие. Но выглядит она действительно классно. Поэтому мне она понравилась. Далее смотрим. Десятый уровень. Редкий предмет. Аватар. Ну, нормальный. Ничего ж не такой. Редкий предмет звания хулиган. На 11-м. Далее 300 эрбаксов. Смотрим дальше. Редкий предмет флаг. Ну, такое себе, понятно. Усиление на 45 минут. Такое себе. И на 15-м уровне у нас вот такой вот скин на лансер. Я не знаю, что за мода в этом боевом пропуске на бритых женщин. Но выглядит она тоже забавно. Выглядит она тоже забавно. Это на 15-м уровне. Погнали дальше. 16-й уровень. Обёртка. Крапинка. Ну, неплохое. Для второго оружия неплохо. Далее у нас снова рамка. Вот эта рамка, кстати, поинтереснее, чем предыдущая. Усиление на 30 минут. Снова-снова флаг-пулемётчик. Ну, ничего ж такое. На 20-м нам дают Винг Сьют. Битое стекло. Странно. Вот у Хайрезов есть момент. Странный с текстурами, конечно. Ну. Ладно. Выглядит ничего. Средничково. На 21-м ещё 300 эрбаксов. Погнали дальше. 45 минут. Усиление на 22-м уровне. На 23-м нам дают аватарку. 24-й уровень. Рамка. Game Over. Пиксельная. Забавная. Я люблю пиксельные. И татуировка флаг. Эпический предмет флаг. Это татуировка Джекала. Прикольно. Усиление на 30 минут. Снова и новые эмоции на 27-м уровне. Финальный вердикт. Ну, так вот. Дизреспект у нас пока... Уф. Нормально. 28-й уровень. Сладкие полосы. Или полоски. Предыдущая выглядела в разы лучше, потому что там не было вот никакого рисунка на лезвие. Поэтому мне не понравилось. Звание в розыске. Прикольное. На 30-м уровне. Ещё 300 эрбаксов. Потом усиление на 45 минут. Это 31-й уровень. Всего их 50. 32-й уровень. Game on. Рамка. Прикольная. Пиксельная. Люблю. 33-й уровень. Стиль на глича. Охрененный просто. Я его тоже сразу же заценил. Очень круто выглядит. Мне очень нравится глич и стиль вот этот просто бомбезный. 34-й уровень. Эмоция. Конфетти пушка. Забавно. Забавно. Далее снова усиление на 1 час на 35-м уровне. 36-й уровень. Правосудие. Неплохо выглядит. Цифровой череп. Предмет. Рамка. Тоже, кстати, годная. Выглядит годненько. Звание преступник. Карбоновая сетка. Ой, вот для второго оружия, кстати, годная. Вообще прям годненько. Мне нравится. Да, выглядит очень классно. Это 39-й уровень. 40-й. Снова усиление. Очень много усилений, чтобы мы максимально быстро могли прокачаться. Далее. Флаг. Солдат смерти. Классно. Забавно. Винг-сьют. Смертельный ожог. Очень похож на старый винг-сьют, который... А, нет. На обертку на старую. Вот. Я думаю, на что он похож. Но это, кстати, годный. Вот это годный винг-сьют. Мне нравится. Далее. Снова усиление на 1 час. И снова эрбаксы. 150. 45-й уровень. Скадаций. Скадуцей. Слушайте, ну тоже прикольно. Тоже похоже на одну обертку. А, нет. Тоже на скин похоже с баксами. Да, да, да. Так. 46-й уровень. Балет с пулями. Оф. Вот это уже годная эмоция. Вот это уже легендарка годная. Очень круто выглядит. Так, калейдоскоп. Охрененная обертка, кстати. Очень круто выглядит. Она еще и переливается. Мало того, что у нее цвета классные. Черно-белый. Так она еще и переливается. Годненько. Так. Легендарный предмет звания. Печально известный. И мы уже подходим к финальным наградам. У нас есть аватар второго сезона, естественно. И финальная награда. Стервятник фантом. Выглядит она, честно, не очень. Для легендарки. Для финальной награды 50-го уровня боевого пропуска. Прошлый скин. А вот первого боевого пропуска финальный. Был вообще топовый. Этот. Ну, средний. Ну, не. Нормально. Выглядит нормально. Но я бы не сказал, что круто. А теперь. Та самая особенность, о которой я говорил. Многие, кто сейчас просто по наградам пробежались. Они вряд ли это заметили. Но. Но. Стоимость боевого пропуска стоит 1000 эрбаксов. Да? 1000 эрбаксов. Давай посмотрим. Цены-то у нас подняли. Сколько у нас там эрбаксы сейчас стоят. То есть 380 рублей стоит боевой пропуск. 1000 эрбаксов. Но если вы выфармливаете полностью, полностью весь боевой пропуск, там 1050 эрбаксов. Что это значит и почему эта особенность? А это значит очень приятный момент такой, что если вы его покупаете и полностью выфармливаете, вам хватает в ровно аккуратно следующий боевой пропуск. И плюс у вас еще 50 эрбаксов остается. Но сам факт. Сам факт. Вы полностью окупаете, покупаете следующий боевой пропуск. То есть, ну, по сути, нужно вкинуться только один раз. Такая схема работает в Fortnite и такая схема еще в некоторых играх, насколько я знаю, работает в Apex Legends. Ты выфармливаешь тоже полностью боевой пропуск и тебе хватает на следующий. Соответственно, здесь точно так же. Вы также покупаете этот боевой пропуск и вам хватает на следующий. Это ли не круто? Это ли не круто? И, собственно, вот такой вот был небольшой обзор нового боевого пропуска во втором сезоне. Я буду поигрывать в Rouge Company. Я думаю, ролики еще будут выходить. Поэтому, если вам нравятся боевые пропуски, вы в целом играете и хотите видеть на канале Rouge Company. Поставьте, пожалуйста, этому ролику лайк. Напишите какой-нибудь комментарий, понравился вам боевой пропуск, не понравился. Как вам вообще в целом сезон? Либо поставьте дизлайк, если вам не зашел Battle Pass, не зашел второй сезон. А с вами был, как всегда, Арти. И спасибо за просмотр.